Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат, 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Грег Маккеан из книга «Эссенциализм. Путь к простоте». Я сегодня полдня переворачивал календарь, 3 сентября, день прощальный все-таки обязывает, а вторые полдня записывал этот подкаст с обзором книги, которая легко может стать манифестом любого современного человека, современного человека, который хотя бы раз за бизнес-сезон произносил фразу «почему в сутках всего 24 часа» и горько сетовал на то, что все успеть нереально. Грег, писатель, психолог и бизнес-тренер, говорит, что все успевать и быть счастливым проще простого, нужно только стать вот тем самым эссенциалистом и найти свой путь к простоте. И тут два важных момента. С одной стороны, этот путь будет нужным абсолютно всем, кто страдает от переутомления, задумывается над тем, что работает очень много, а получает мало, кто работает недостаточно эффективно, по крайней мере в своей голове, и вообще бежит со всех ног, но при этом остается на месте и даже, кажется, слегка откидывается назад. Ну, то есть вообще всем нам, наверное. А с другой стороны, если вы слушаете подкасты «Читай быстро» регулярно и уже почти прочитали 100 самых крутых non-fiction книг с нами, то прям нового и революционного в эссенциализме и пути к простоте вы не очень много найдете. Кстати, про 100 книг. Если вдруг вы по какой-то причине все еще не подписаны на канал, то это прям ситуация ох и ах, и категорически вас прошу незамедлительно найти под этим видео прямоугольник с надписью «Подписаться». Он должен быть красного цвета, если вы не подписаны, и вот сделайте его, пожалуйста, из красного серым путем нажатия на него и заодно нажатие на колокольчик. Ну и коль вы уж почти в комменты спустились, то можете написать нам что-то относительно ваших мыслей о том, можно ли работать меньше, а успевать при этом больше. Нам, читай быстро, мнение ваше важно очень. Вся суть книги в одном предложении, она не помогает делать больше дел на единицу времени, а учит, как правильно расставлять приоритеты и выполнять только то, что приближает вас к цели. Все начинается с определения черт эссенциалиста и заканчивается выстраиванием того самого процесса, помогающего делать меньше, получать больше. Давайте без вина сегодня попробуем разобраться в 10 фактах и 3 задачах. В этой книге сделаем это очень быстро. Меньше, но лучше. В общем-то, это и есть основной принцип эссенциализма, который заключается в том, что вы делаете меньше дел на единицу времени, но при этом прорабатываете их более качественно, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе это приводит вас гораздо быстрее к поставленной задаче и к выполнению ваших целей. Этот принцип гласит, что не нужно хвататься за все сразу, если вы хотите стать эссенциалистом, вы грамотно распределяете время и силы, оцениваете варианты, выделяете главные задачи, выполнение которых поспособствует достижению целей, и в общем-то все. Становление на пути эссенциалиста начинается с одного вопроса. Занимаюсь ли я тем, что мне действительно нужно? И если вдруг ответ будет нет, то это по сути есть второй слайд из книги и важный навык. Если вы занимаетесь не тем, что вам нужно, научитесь говорить нет. Отказывать неприятно, это факт, и никто из нас не хочет показаться нелюбезным по отношению к другим людям, потому что очень часто несогласие воспринимается окружающими вас людьми в штыки. И предстоящий отказ, который еще не случился, но он уже произошел в вашей голове, он вызывает такой себе психологический дискомфорт, и поэтому то самое слово нет, о котором вы подумали, никогда не будет произнесено. Неумение говорить нет заставляет людей делать то, что им не нужно, и взваливать на себя очень много вот такого мусорного какого-то, мусорной работы, на которую отвлекается много, тратится много сил и энергии, вы отвлекаетесь на нее. И в общем-то, ну тут стоит отметить, что если вы серьезно хотите овладеть, и почитать про вот этот навык, такой навык, как умение говорить нет, и тем самым сильно упростить себе жизнь, то обязательно обратите внимание на книгу Джима Кэмпа «Сначала скажите нет», называется эта книга так, ссылка на нее будет, конечно же, в описании, потому что, а где еще быть. И в этой книге очень подробно рассказывается про это умение, и про то, как в себе его взращивать. Важно понимать, что умение говорить нет убирает большое количество вот этого информационного шума, про которое мы уже говорили, вокруг вас, и сужает вам фокус в погоне за достижениями. Погоня за достижениями – это есть третий факт из книги, и без сужения фокуса тут уже никак не обойтись, потому что мы живем в мире больших возможностей, а следовательно очень легко потерять тот самый свой личный путь, потому что вы, как рациональный гидонист, хотите получить все большее количество благ на минуту времени, стать все более богатым, успешным, и поэтому вписывайте и так в уже загруженный график лишние дела, которые, по вашему мнению, приведут вас к этому успеху. Тут же возникает разочарование, потому что завышенные ожидания, они к этому и приводят. И в конце самого пути, по которому вы бежали изо всех сил, чтобы получить вот эти самые блага и стать богаче, вы можете, с одной стороны, обнаружить, что получили, в общем-то, то, к чему не стремились на самом деле, потому что, поскольку вы делали все сразу, вы потеряли те самые приоритеты, и финиш мог быть совсем не таким, как вы хотели этого вначале. А еще это тот случай, когда вы добегаете до финиша, оборачиваетесь, а позади вас выжженная земля, никаких эмоций, никакого счастья, вообще ничего. И чтобы этого не произошло, перед тем, как начать бежать, кроме того, что благодаря навыку говорить «нет», вы сужаете фокус и концентрируетесь только на том, что для вас важно на протяжении всего периода забега, но еще и анализируете варианты. В этом заключается четвертый факт из книги. Очень часто мы соглашаемся с первым каким-то перспективным предложением, которое прозвучало, ну, просто потому что, во-первых, может быть, следующее не прозвучит, а во-второе, ну, а чего же отказываться, оно перспективное. И это самая большая ошибка с точки зрения эссенциалистов, которые допускают обычные люди. Потому что эссенциалист тратит огромное количество времени, мы об этом будем еще сегодня говорить, именно на анализ вариантов. И прежде чем он выберет оптимальный, он, как дисциплинированный человек с системным мышлением, он изучит вопрос досконально, он поймет все выгоды и недостатки, которые есть у каждого варианта, и только потом принимает решение. Потому что благоприятных возможностей применить свои знания или начать там какое-то дело, их на самом деле много. Но если браться за все подряд, особенно если у вас уже за спиной есть какие-то процессы, которые вы начали, и вам поступает еще одно предложение, потом еще одно, и вы начинаете это все делать, то можно погрязнуть в ненужных обязательствах, в желании пройти этот путь достойно и быть эффективным, но неумение сказать нет и отсутствие фокуса вас приводит к тому, что и недостаточная, как это сказать, недостаточная скурпулезность в выборе вариантов приводит вас к тому, что вы перегораете и, в общем-то, и не достигаете нигде никакого успеха. Я, кстати, когда-то услышал фразу про то, что очень часто компании умирают, вернее, гораздо чаще компании умирают от несварения идей, чем от их недостатка. Вот с людьми, мне кажется, то же самое. Вокруг нас огромное количество разных вариантов приложения усилий, и мы хватаемся за все подряд, потому что, ну, нам хочется попробовать. Плюс мы не видим сразу же быстрых результатов, разочаровываемся, и как бы не бросив до конца еще это направление, хватаемся за что-то другое. Вместо того, чтобы проанализировать варианты на старте, выбрать лучший путь и идти по нему, мы вот так хаотично мечемся. И мы, в отличие от наших предков, еще несколько поколений назад можем это сделать, потому что у нас с вами есть свобода выбора. Занятому человеку ему некогда думать о возможности выбора для выполнения каких-то сложных задач. Эссенциалист в этом случае создает систему, помогающую ему преодолеть трудности с наименьшими усилиями. Он знает, эссенциалист знает, что большое количество вложенной энергии это не всегда равно высокий результат. Ну, эту идею можно проиллюстрировать тем самым законом Парета, согласно которому 80% усилий, вернее, 20% усилий приносит 80% результата и наоборот. Эссенциалист трудится меньше, но продуктивнее. И вот его основная задача в том, чтобы на старте проанализировать все возможные варианты и выбрать именно тот, который приложение усилий, в котором на 20% принесет 80% результата. Для этого может поспособствовать простота восприятия. И тут очень интересный факт про то, что эссенциалист считает практически все дела несущественными, потому что обычный человек предполагает, что все дела, которые он делает, они одновременно важны, а эссенциалист считает, что они практически все несущественны. Нужно найти наилучшую альтернативу, как сделать все максимально эффективно с наибольшим выхлопом, но при этом затратив минимальный усилий. Поэтому больше времени у эссенциалистов, как это ни странно, уходит именно на обдумывание, на поиск результатов, а не на саму работу. Но тут, конечно, я уже прям предчувствую удивленные возгласы. Важно не свалиться в прокрастинацию и перейти все-таки этот рубикон от обдумывания к действию. Потому что очень многие из нас, пытаясь стать эссенциалистами, возможно, так и не слезут с дивана и погрязнут в этих думах. Но есть хорошая новость. Умение выделить главное очень хорошо помогает в том, чтобы быстро пройти этот путь по поиску возможного наилучшего варианта. Поскольку, как мы уже говорили, эссенциалисты тратят очень много времени на анализ вариантов и поиск самого важного, то нужно знать про три простых упражнения, которые помогают им чаще всего отделить по-настоящему важное от второстепенного. Это даже, наверное, не упражнения, а просто три вещи, на которые они чаще всего обращают внимание. Это, во-первых, четко отведенное время для раздумий, и когда вас ничего не отвлекает, и, в общем, созданы условия для того, чтобы вы могли или рефлексировать в состоянии потока, или генерировать какие-то идеи в состоянии активной деятельности. Второе, эти все эксперименты не должны проходить в игровой форме, то есть должны быть использоваться специальные техники и механики, с помощью которых вы генерируете идеи, там мозговой штурм, разные другие, накидываете эти идеи, а потом из них отбираете максимально полезные и интересные. И, как ни странно, здоровый сон, это один из инструментов-эссенциалистов по выбору и по анализу вариантов и по следующему выбору, то, в общем-то, тоже знайте, что спать нужно нужное количество часов и этим не пренебрегать. Если у вас возникает дилемма выбора, вы применяете жесткие критерии отбора и хорошие варианты, которые вам кажутся, ну, такими, в общем-то, неплохими, как правило, эссенциалисты отбрасывают в пользу поиска превосходных, в тот случай, когда лучший враг хорошего, или наиболее перспективных. И вот, собственно, когда вы это делаете, еще снижайте влияние эффекта владения, который может повести вас по ошибочному пути. Эффект владения – это то, что очень часто присуще всем нам, с преувеличенной ценностью собственных вещей, с преувеличенной ценностью нематериальных ресурсов. В наших глазах она вот может быть преувеличена, но зачастую реальная их стоимость ниже предполагаемой. Из-за этого нам очень часто трудно бывает избавиться от каких-то вещей, там, продать имущество, выбросить старую одежду, просто какие-то старые вещи вынести, там, не знаю, в комиссионку или еще куда-нибудь. И Грег говорит, что он, когда сталкивается с такой ситуацией, сам себе задает вопрос, по какой цене я бы купил эту вещь, не будь она моей. Этот метод работает не только по отношению к материальным ценностям, его еще можно адаптировать для оценки психологических и временных ресурсов. При этом, помните про границы, это девятый факт, что существует такое предубеждение, что в ограничениях нуждаются только слабые люди, а сильные вольны поступать так, как захотят. С позиции эссенциалиста это не так, потому что границы, они как раз и нужны для увеличения свободы. Это кажется оксюмароном, но суть заключается в том, что человек ограждается от препятствий, он обретает пространство для маневра в каком-то важном деле. То есть он знает, что все равно, пока он идет по пути, у него там будут какие-то препятствия. Если он их сможет обойти, то у него больше времени останется на маневр, и он, расчистив, вернее, зная, какие существуют границы, и расчистив себе вот это вот пространство, гораздо больше эффективнее может в нем работать. Ну и плюс границы, они же помогают сразу предположить, каким именно будет ваш путь, продумать все возможные моменты прохождения этого пути, скорость, с которой вы будете идти, и поработать с теми самыми ограничениями, смоделировать, какие препятствия возникают, и то, как вы их устраняете. И устранение препятствий, это, кстати, как раз десятый факт из книги. Вы, когда станете эссенциалистом, никогда не будете надеяться на положительный исход просто сам по себе, потому что чаще всего во главе ваших размышлений стоит тезис о том, что кризис не только возможен, но и обязательно случится, и вы заранее должны найти варианты его преодоления. Во-первых, все возможные кризисы проработать, а во-вторых, знать, как из них выходить. И автор называет этот промежуток между решением и негативными последствиями буферной зоной, такой своеобразный запас времени на раздумья, который у вас есть. Проходить буферную зону, когда уже что-то случилось, очень просто, вы фокусируетесь на главной цели, вы определяете слабое звено и избавляетесь от слабого звена и от преград. Таким образом, устраняете препятствия. Такие вот быстрые 10 фактов, сейчас будут 3 задачи, они, конечно же, будут записаны в букнот, блокнот для осознанного чтения, это такой блокнот для любителей нонфикшн, литературы, который мы придумали в читай быстро, больше о нем можно узнать по ссылке буква.info.info.blog.buknot. Он разлинован специально, чтобы вы могли выписывать факты, а потом на основе фактов формировать задачи и читать советы по скорочению в конце каждой страницы. Если нет букнота, записывать где угодно можно факты и задачи из книги, но обязательно нужно записывать, и это такая техника, которая позволяет вашему мозгу получить сигнал о том, что информация обработана, структурирована, и он может отложить ее в долгосрочную память. Таким образом, из каждой книги вы будете получать максимум полезной информации. Три задачи из книги. Прокачивать умение говорить нет. Вторая задача. Сужение текущих проектов до пяти по одному в день по методу Джека Дорси, о котором, кстати, говорится в книге. Создатель Твиттера, он разнес все там свои проекты, то есть понедельник он весь посвящает одному делу, вторник второму, и так дальше. И, в общем-то, может делать, вести одновременно пять проектов, плюс два свободных часа, это, по-моему, SEO. Линкедина об этом в книге упоминается, рассказывал о том, что при даже полной загруженности должно оставаться два свободных часа каждый день на четыре каких-то процесса, разбитые на получасовые интервалы. То есть вы можете объединять там в час, но вот два свободных часа, которые вы... Такое, так называемое, оперативное реагирование, чтобы вы могли заполнять, даже если вы весь день отвели к какому-то одному проекту, чтобы у вас два часа было на то, чтобы оперативно реагировать на какие-то вызовы. И анализ вариантов в момент старта, не жалеть времени на этот анализ и неукоснительно следовать выбранному пути в среднесрочной перспективе без отвлечения и смещения фокуса. Такие вот быстрые 10 фактов, три задачи, эссенциализм, грек, и проект читай быстро, буква точка инфо. Подписывайтесь на канал, если вдруг вы до сих пор не добрались до красного прямоугольничка, который нужно сделать серым путем нажатия на него. Колокольчик ставьте, комментарий пишите, что по книге думаете, будете читать или нет, или знаете какую-то книгу на эту тему гораздо лучше, чем текущая. Захотите проверить скорость чтения буква точка инфо слэш рапит, там выбирайте текст, отвечайте на вопросы по этому тексту, и в конце получаете сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения, блокнот для осознанного чтения, он же букнот, рабочие тетради, смарт-конспекты, большие статьи по софт-скиллам и всякое такое у нас на блоге буква точка инфо слэш блог и инстаграм буква точка инфо, давненько там ничего не было. Через неделю увидимся, новый я, новый вы, какая-нибудь новая книга, и надеюсь уже будет вино. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня. Пока.